Всем привет, мои дорогие! Я сегодня опять с темой Zero Vesta, то есть ноль отходов или по-другому бережное потребление. Давайте будем использовать все наши средства до оптимального уровня потребления, то есть без отходов стараться. Есть такие натуральные вещи, они продаются в магазинах и кое-что я сейчас вам покажу, что можно сделать в домашних условиях для уборки и стирки, да, или как использовать. То есть если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной, все натуральное, никакой химии. Такое мыло Дали, это натуральное мыло, хозяйственное, оно приятно пахнет, здесь вот нарисован такой знак, да, что оно очень приятно для тела, да. То есть такое мыло не вызывает раздражения и даже оно приготовлено по очень старинному рецепту, как тут написано, уже годами и веками используется, которым можно стирать, умываться, мыть посуду и так далее. В общем, оно очень-очень хорошее в употреблении для каких-то хозяйственных нужд. Не помню, я сказала или нет, что в Казахстане эта фирма Дали была. Называется оно Кензайфе, Хосхальцкензайфе. И тут нарисовано, что можно делать, стирать, мыть посуду, умываться и так далее. Даже вот мы видим тут чайка и тоже сзади, да, то есть даже если в водоем он попадет, ничего не будет, потому что все-таки это натурально. Как я использую? Для того, чтобы мыться, например, да, купаться, мы берем вот такой вот мешочек, можно шить самим из натуральных тканей, но это такой он жесткий мешочек, он используется для того, чтобы хорошо себя натереть и размыливает хорошо тоже мыло, потому что он сделан из такой грубой веревки, похоже из пальмовых листьев и с добавлением хлопка. После того, как мы моемся, купаемся, нужно этот мешочек хорошенько сполоснуть и повесить, сушиться. Многоразовое использование, симпатичный, есть здесь вот такая вот завязка-затяжка. Если вы, например, добавляете в стиральную машинку или вы стираете, например, вручную, то можно положить кусочек мыла сюда, вовнутрь или, например, настругать на крупной терке. Вот, чтобы сильно не пенилось в машинке, можно добавить туда столовую ложку пищевой соды. И машинка будет чище, и белье белее. Это мыло парфюмировано, потому оно очень приятно пахнет, я не знаю, чем даже какой-то лилией, что-то такое слегка из запах. Некоторые такое мыло кладут на полочку с бельем. Я это не делаю, я просто стираю им в основном и что-то мою. Например, можно помыть кожаный салон в машине, велосипед, все, что хотите. Вот оно щадящее и очень хорошо все отмывает. Если вы хотите отбелить изделие, нужно замочить белое изделие, настругать мыло. Но только я предлагаю положить это все в мешочек, в какой-нибудь вот такой тряпочный мешочек затянуть, чтобы, например, хлопья не приклеились к одежде, чтобы они просто мылились. И можно так вот отбелить разные пятна от вина, например, кофе. Но нужно сначала натереть и замочить. Следующее средство я видела у девочек на канале. Идея стара, идея не моя. Полмира используют эти биопродукты. Здесь тоже написано биом. И называется вашнюса, то есть орехи. Настоящие орехи, здесь сказано, и они имеют свойство мылиться и хорошо отстирывать вещи. Опять-таки, предназначены для тех, у кого аллергия, например, детские вещи. Хорошо стирать этими орехами. Немножко запах странный у них какой-то, конечно. Такие орехи называются мукороси. Они чем-то напоминают каштаны или даже вот на орех, на грецкий чем-то похоже, да? Но они на самом деле мылятся. Немножко такое, совсем слегка, как будто уксусный запах. И деревяшек, что ли. Ну, есть специфический запах, но когда вы стираете, одежда ничем не пахнет. Почему ими стирают? Потому что в них содержится сапанин. Мыться не рекомендуется ими, потому что они могут подсушивать кожу. Но хорошо очень отстирывают разные цветные и белые ткани. Какие ткани, вы, возможно, спросите. Да, любые ткани. Шелк, шерсть, искусственные ткани, какие-то хлопок, лен и так далее. Вот сколько орешков нужно на машинку, на стиральную? Ну, где-то 8-10 штучек. Мы закладываем вот в такой мешочек. Или вот в такой мешочек плетеный, да, какой есть. Вот в таком, конечно, лучше мылиться. Потому что вот эти вот грубые части, они размыливают орех. Но орехи идут вообще вот с таким мешочком хлопок. И мы складываем вовнутрь 8-10 штучек. В пакете у меня 250 грамм. И здесь нарисовано, что хватает на 50 стирок. Это очень много. Но даже не на 50, а даже на большее количество, я бы сказала, стирок. То есть, если вы вот будете... Они же не размыливаются совсем, да, с первого раза они остаются. И вы их подсушиваете, опять используете много-много раз. Поэтому я думаю, что хватает даже на большее количество стирок. Подсчет не вела, но вот так вот можно стирать. Когда мы подтираем белье, это все я вытаскиваю на лице, подсушиваю и опять в этот мешочек. Мешочек полоскаю и все. И опять до следующей стирки. Но такие орехи, они не отбеливают. Они хорошо удаляют грязь. Например, жир какой-то, растительное масло, какое-то машинное масло. Но опять-таки заранее нужно замочить. Все-таки жир он устойчивый, особенно в тканях, в рыхлых тканях. Поэтому или машинное масло, да. А затем мы стираем, как обычно, машинки. В Германии часто их используют, потому что многие люди имеют аллергии или разные всякие кожные заболевания, также астмы. И эти орехи очень хорошо действуют на здоровье. То есть они не травмируют наши дыхательные пути, не травмируют нашу кожу. И по сравнению с порошком, например, порошок иногда остается в тканях. И у меня, например, покусывает даже тело. Я использую сейчас жидкие моющие, стирающие средства. И также вот орехи. То есть если вы хотите, я говорю не для всех, а кто желает. Чтобы потом не сказали, что я вам навязываю. Нет, я просто делюсь с вами. Итак, кому нравится такой метод, попробуйте. Натуральный, безотходный и очень хорошо отстирывает. Шерсть и шелк, например, остаются очень такими мягкими, пушистыми. И не забивают мембраны ткани, например, как другие средства. Это делают, не замыливают. Но, как я сказала, изделие может быть немножко подсушенным. Если вы хотите смягчить, можно добавить потом немного столового уксуса в машинку для полоскания. И белье становится очень мягким. И пахнет как будто только с морозом. Как использовать эти орехи? Нужно намочить теплой водой, чтобы они размокли, они хрустящие. И затем сжать, влажный мешочек расправить и положить в стиральную машину. Если вы будете вручную стирать белье, то можно затем для полоскания в воду добавить 2 капли, например, эфирного масла, чтобы белье хорошо пахло у вас. Можно не добавлять, как вам нравится. Или прополоскать с добавлением уксуса. Не эссенция, а уксуса 25% столовую ложку на таз воды, например. Прополоскать белье. И белье очень хорошо пахнет. Сейчас современные машинки стирают любое белье как будто вручную, недолго. И чисто стирывают. Ну и также эфирное масло можно добавлять прямо с орехами в машинку. Вот. Здесь также написано, что можно стирать и при 30 градусах, и при 95 градусах. На упаковке написано это биом. И есть сертификат. Вот так называется Планет Пор. То есть стоит знак. Если без знака, обычно бывают такие поделки, может быть и не биом. Но со знаками. Есть много знаков разных, которые показывают, что это натуральный биологический продукт. И здесь написано веган тоже. То есть, да. Все, кто не потребляет мясо сыроедов. Следующее средство для мытья посуды. Для мытья посуды вручную, которая тоже хорошо отмывает. И не нужна никакой химии. Заменит любую химию у вас возле раковины. Для тех, кто любит все натуральное, пожалуйста. Очень простое средство, знакомое с древности тоже. Это горчичный порошок и пищевая сода. То есть мы покупаем это в русском магазине. Пищевая сода и горчичный порошок. Смешиваем одинаковые пропорции. Например, если я беру вот такую большую столовую ложку соды, то сюда же добавляю такую же большую столовую ложку горчичного порошка. Тоже с горкой. И тщательно все это сухой ложечкой перемешиваем. Хранить надо в сухой посуде, закрытой. Потому что сода может сделать комочками от влажности. И также горчица тоже. Поэтому мы видим сейчас рассыпчатый такой порошок. Его надо таким сохранить. Поэтому пересыпаем в какую-то очень хорошо закрывающуюся герметическую емкость. Ну или какая у вас есть простая баночка стеклянная. Лучше, конечно, стеклянную посуду использовать. И затем, когда нужно, насыпаем на губку или на тарелку, на кастрюльку это средство и моем. Очень хорошо смывает жир. И можно тоже использовать дешевый сердиток, как говорится. И экологично. Моет чисто и хрустит. Если вы хотите помыть, чтобы вообще хрустела посуда, добавьте опять уксус. Нет, правда. Добавляем уксус. Например, я смешиваю уксус с водичкой. И добавляю туда запах, например, корочки апельсинов, лимонов кидаю. Получается у меня средство с запахом. Можно не добавлять. Можно добавить эфирное масло, которое используется для пищевого эфирного масла. Для выпечки. Запахи всякие. Они продаются тоже в магазинах для выпечки в отделе. И выглядят вот таким вот образом. Например, я люблю цитрон или лимон. И вот одну такую колбочку, как ее назвать, емкость, добавляю, когда делаю шарлотку. Если яблоки кисло-сладкие, получается как будто пирог лимонный, очень вкусный, сочный. И с приятным-приятным запахом вот этого лимона. Так что, вот такие вам советы, не советы. В общем, поделилась с вами, что я знала. И сейчас на YouTube вы, наверное, увидите много видео ZeroEsta, где люди за экологическое потребление, ноль отходов. И есть прям такие ярые, ревностные фанаты. Ну, а я просто заменяю, как я уже говорила, те продукты, химические какие-то продукты, натуральными. Я пробую. И если вам нравится, тоже пробуйте вместе со мной. Пишите отзывы, как вам понравилось. Потому что каждый выбирает свое. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я с вами прощаюсь. На сегодня это было все. В следующий раз что-то еще для вас интересного сниму. Ну, и надеюсь, что кому-то я помогла разобраться, что же есть натуральное, а что нет. Ну, хорошо, пошутили, поговорили. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok